Приветствую тебя зритель, меня зовут Деквин и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на такую тему Являются ли игры, компьютерные игры, видом искусства? В мае этого года я посмотрел видео Алексея Пажетного у Юрия Дудя Видео интересное, но оно как всегда большое, там масса интересных тем Но одна фраза, которую сказал Пажетно во время этого видео, меня, скажем так, задело немного Он говорил в контексте того, чем игры отличаются от книг и фильмов И он сказал такое, ну вот игры это, мол, вы активно участвуете в процессе А вот в книгах автор, или в фильмах, вот он дает вам то, что он там вам наживал А я подумал, господи, ну вообще-то человек в возрасте уже, и скажем так, старой школы И такое непонимание, чем, собственно, являются книги и как это вообще все это работает Ну, книги и фильмы Но тут мне вспомнился другой большой специалист своего дела Это американский кинокритик Роджер Эберт И в 2010 году он написал статью, которая была заглавлена как Что, почему игры не смогут стать искусством, компьютерные игры Там очень такой, я дам ссылочку на это видео в описании Ну, если кто не владеет английским, пропустите через переводчик Ну, мысль такая была Он приводил три примера компьютерных игр Причем это уже 2010 год был Но игры там были, ну, я о них, честно говоря, даже не знал То есть человек, я уже к этому времени, ну сколько, 20 лет почти играл Да, ну 15, так точно И там, как бы, для меня эти игры были таким, ну то что открытием Но не очень известные И примеры были далеко не самые лучшие Потому что там была аркада Там был какой-то непонятный какой-то артхаусный проект С каким-то растущим растением в квартире И какой-то шутер Причем шутер, не, скажем так, не самого, ну, не ААА Что-то менее известное И вот он делает вывод на основе этих примеров Что игры не могут стать искусством И вот оба человека неправы, на мой взгляд Почему? Ну, начну с Эберта А потому что, в принципе, он как кинокритик Мне было удивительно, что он не учел такой важной детали Как время Как цикл развития технологий Или цикл развития рода искусства или жанра Потому что, в принципе, киноискусство, кино Проходило такие же этапы становления Ну, как, впрочем, и тот же театр Который в свое время считался Забавой для низших слоев Вспомните, с чего начинали братья Люмьер И чем были кинофильмы первые Ну, наверное, 20-25 лет Своего существования, самого явления Это считалось искусством, не искусством Это считалось балаганным развлечением Посмотрите на эти черно-белые немые ленты Где драматические, напыщенные позы Какие-то совершенно примитивные сюжеты Или там того же мальчика со швангом Да, или еще что-нибудь То есть, кино, как искусство Начало формироваться только, наверное, во второй половине 20-х годов Когда появились такие имена, как Товженко, Эйзенштейн Как Чарли Чаплин И масса других людей Которые действительно создали Сложили основу кино, как искусство И уже, наверное, 30-е и 40-е годы И 50-е и 60-е Действительно кино стало искусством И вот Эберт, который, в принципе, неплохо знает историю кино Как-то не посчитал Когда, собственно, компьютерные игры Стали, вообще возникли, да И начали эволюционировать А возникли и начали эволюционировать Они, вот, наверное, в начале 90-х только Я имею в виду, когда Платформа PC и Mac стали доступны Массовому пользователю, да То есть, до этого были видеоигры Там, приставки для телевизоров И всего остального Я еще помню, даже вот, будучи советским пионером Пионер в лагере Мы играли там В теннис, да То есть, две палочки и шарик между ними Бегают, надо было отбивать И за, буквально, даже вот до 2010-го года Игры прошли достаточно большой путь становления И для меня, например, одним из ключевых моментов Когда я понял, что, да, игры становятся искусством Стала игра Planescape Torment В которой и сюжет, и смысловая нагрузка, и реализация Они уже были на достаточно серьезном Драматическом и литературном уровне А за прошедшие Ну, это конец Прошлого, ну, 20-го века, да А если мы берем 10-е и 20-е года То Дискоэлизиум, который, в принципе Это уже хорошая такая крепкая литература Причем, это не просто литература Это, ну, впрочем, я об этом расскажу чуть позже Когда уже буду Пажетного критиковать Когда я смотрю или играю в Ghost of Tsushima То для меня это интерактивный японский боевик В котором я не только махаю мечом Но и наблюдаю, скажем так, за героями Вот эти вставки длинные Драматические сцены Повороты сюжета В некоторых местах я действительно могу повлиять На концовку или на сюжет Ну, я уже не говорю о том, допустим, о Baldur's Gate 3 Которая, в принципе, вывела на совершенно новый уровень Тот же жанр RPG В котором вы можете активно влиять На происходящее И действительно там уже и эстетическая составляющая И драматическая Она Это уже не забава Это уже не Doom В котором там сюжета в принципе не было И Кармак об этом, кстати, тоже говорил Зачем там сюжет То есть Игры эволюционируют И для меня, например, эта тенденция Проглядывалась еще в начале нулевых Когда улучшалась графика Становились более сложными характеры Более сложными сюжеты Причем, опять же Если мы говорим об играх Скажем так, RPG Или там о квестах Или еще чем-нибудь Это понятно То есть это сюжетная составляющая Все Но даже если взять градостроительные симуляторы Допустим Посмотрите, какие вещи Какие делают фотографии Какие делают снимки из игры На основе того же City Skylines Встроенные фоторежимы Практически во всех проектах Посмотрите, что делают Какие красивые Интересные скриншоты Делают люди Которые играют В Cyberpunk Horizon Zero Dawn Или в другие игры То есть Это уже форма искусства Которая, собственно, является Производной от компьютерной игры По сути То есть вы создаете Определенный арт Уже на основе самой игры И вы сотворчествуете Людям, которые создали эту игру И маститый критик Кинокритик Который, в принципе, понимает Наверняка знал историю Развития литературных жанров И развития театра И кино Как я уже приводил В начале видео Пример Совершенно не просчитал Что игры находились Вот первые там 15-20 лет Они действительно находились В примитивном Зародышевом состоянии И с годами Они действительно Становятся произведениями искусства С эстетической точки зрения Что немаловажно Произведение искусства Действительно Значимое Оно, в принципе, вызывает У человека Определенные сдвиги в сознании То есть катарсис Человек может что-то посмотреть Послушать Впечатлиться И это может изменить его жизнь То есть Last of Us Второй Я не играл Но то, что мне люди рассказывали Которые играли Это Ну, это действительно Очень неплохое интерактивное кино С сильной драматической составляющей И это только 20-е Начало 20-х годов То есть Технологии продолжают Совершенствоваться Тот же жанр РПГ Да, который В принципе Особо не дергался Из стороны в сторону Лет 15 По моему Ощущениям Если посмотреть на то Что сделали Лариант Студиос Ну, это действительно Новое слово В жанре И игра Скорее всего Заслуженно станет Или стала Я там не смотрел Game of Arts Еще результаты Проектом года Это открывает Новый горизонт Ну, возвращаемся К Пажетнову Который сказал Что вот Автор вам Нажевал Да И чуть ли не в ротик Положил Тут Другая Крайность Которая Говорит о том Что человек Вообще не понимает Как работает Текст Как работает Киноповествование И вообще Как работает Артефакт искусства На самом деле Автор нам Ничего не разжевывает Хороший текст Если мы берем Пример текст Да Это обычно Это не разжеванный Кусок Там какой-то Биомассы Это многослойный Пирог Который Является Суммированием Действительно Опыта Жизненного опыта Автора Вы по сути Взаимодействуете С жизненным опытом Автора И это взаимодействие Если это сложный текст Один и тот же текст Люди могут воспринимать Совершенно по-разному Вот простой пример Не простой А один из примеров Умберто Эко Роман Имя Розы Если кто читал Думаю Меня поймут Если кто не читал Я советую почитать Но Этот текст Может восприниматься Как детективный роман Как Исторический роман Потому что там Масса вещей Есть Которые описывают Средневековые течения В Италии Ну религиозные Я имею ввиду И как Скоро так Аллюзии Там С такими авторами Как Борхес Допустим Библиотека Как Лабиринт Вот такие Довольно сложные конструкции Вам не обязательно Их знать Потому что Вы можете воспринять роман Как просто Как детектив Ну кстати Можете посмотреть Даже кино Кино как раз Показывает Ну экранизация БВ Которые играли Кристиан Слейтер И Шон Коннери Очень рекомендую Вот там Действительно Это показано Как детектив Так вот Человек Взаимодействуя С текстом Он фактически Взаимодействует С его опыт Человека Взаимодействует С опытом Автора И Хороший текст Это тот текст Который можно Прочитать Несколько раз И каждый раз Открыть для себя Что-то новое То есть Вот эта Установка Что автор Разжевывает Что-то Нет Он не разжевывает Разжевывает Читатель Разжевывает Читатель И он Собственно Каждый раз Может получать Другой опыт Находить Что-то новое Либо переоценивать Что-то старое И вот для меня Например Вот такая ситуация Когда два профессионала Один Скажем так Кинокритики Другой в компьютерных играх Говорят Говорят Вещи Которые В общем-то Не очень Соответствуют Действительности Это вот Наверное Один из тех Тормозов Которые Тормозов Которые Ну как По мне Затормаживают Развитие Вообще Компьютерных игр Их эволюцию Вот как раз В сторону Действительно Высокого Искусства Высокого Я имею ввиду Там не для элитариев Это действительно Тех вещей Которые Не просто вам Вы сжигаете За ними Время Да А те вещи Которые Заставляют Задуматься Которые Дают Повод Получить Действительно Эстетическое Удовольствие Которые Подвигают Вас На какое-то Тоже Творчество Или сотворчество Я например Очень люблю Делать Скриншоты В играх И баловаться С фоторежимом Та же Госту Цушима Я наверное Первые Три вечера Просто Сидел Даже в фоторежиме Не играл То есть Резюмирую Не правы Оба Один Не понимает Как работает Текст Как работает Произведение Искусства А другой Не понимал На каком этапе Находятся Компьютерные Игры А я Уверен В том Что компьютерные Игры Уже Некоторые Скорим так Игры Проекты Являются Произведениями Искусства И то ли Еще будет Новые Технологии Новые Компьютеры Я имею ввиду Совершенствование Платформ Все это Приводит К тому Что мы будем Получать все Более Более Интересный Игровой И не только Игровой Опыт Собственно На этом Все Если вам Есть что Добавить То Отписывайтесь В комментариях Если вам Понравилось Видео Ставьте лайки Если вам Вы не подписаны На канал Подписывайтесь Просто об играх Я здесь тоже Рассказываю Спасибо за внимание С вами был Деквин Всем пока